здравствуйте это журнал ким сегодня мы пригласили нашу юную гостью кристину что поинтересоваться у нее как проходит обучение в корейской школе именно вот корейской школе в корее как вообще учиться ребенку который с первого класса пошел и не знал корейского языка я думаю многим родителям будет интересно как преодолеть трудности в общении с преподавателями с другими учениками и вообще услышать мнение самого школьника по этому вопросу давайте сегодня зададим кристине несколько вопросов кристина ну сначала давай коротенько расскажи о себе мне сейчас 10 лет я учусь в корейской школе ты сама захотела в корейскую школу пойти или у тебя было несколько вариантов допустим пойти в русскую школу пойти в интернациональную школу пойти в корейскую или как вот это произошло я сама захотела сначала в корейскую школу потому что когда мы с мамой приехали в корею то мы еще не знали даже что здесь есть разные школы как ты это себе представляла свой первый день в школе я очень страшно боялась потому что я знала что все будет на иностранном языке что я его не знаю и я думала так что когда я войду в класс то все просто посмотрят на меня и посадят меня за парту и все было ли какое-то стеснение да было стеснение я стеснялась особенно мальчиков и саму учительница потому что я как бы еще не знала что такое школа и думала что я что-то неправильно там ей объясню ну вот меня мама привела в школу нам объяснили где находится класс и когда я туда вошла то меня встретила учительница и познакомила со всеми ребятами а потом сама посадила за парту и попыталась мне на жестах объяснить какой сейчас будет урок мы в корейской школе выбираем сами с кем хотим смотреть можем даже и отдельно сесть дети здесь скорее они любят почти что все учиться все девочки это точно потому что когда они сидят на уроке в первом классе я заметила что если они там говорят то они говорят там только пальцем тыкают задание и там что-то объясняют то есть они могут они просто так разговаривать о своем не будут они именно если только что-то спроси их не волнует вот что происходит вокруг кто-то мальчик какой-нибудь кинул в них бумажку нет такого не может быть нет мальчики у нас гораздо спокойнее но если мальчик с мальчиком сидит вот тут они уже будут разговаривать вместе ну вот мы меняемся местами но только где-то раз в три месяца мы сами выбираем где с кем сидеть некоторые дети у нас просто не делают ни одного домашнего задания и если он приходит к учителю то учитель его наказывает и в следующий раз он делает в два раза больше задания но наказывает каким образом то есть он дает ему еще больше домашние работы в корее в корейской школе такого нет вот чтобы было собрание родитель или вызывают родители в школу нет учитель сам разбирается а во много задают домашние работы нет гораздо меньше чем в русской школе нам за это задают всего лишь написать что мы делали на этом в этом на этом дне и задают могут задать только по математике что-то сделать дополнительно и то не каждому человеку а расскажи вот какие у вас предметы допустим есть окружающей мире чтение мы еще делаем опыты ставим у нас есть рисование и в рисованию есть входит сразу технология то есть у нас нет такого отдельного предмета технология мы только на рисовании можем сделать какую-нибудь поделку и еще есть предмет оба же окружающий мир вы говорите говоришь вы опыты делаете какие расскажи но вот мы например можем собрать там какой-нибудь телефон то есть мы делаем больше по технологии что-то например собираем мы делаем из обычных стаканчиков слуховой аппарат и на производим эксперимент там шарик воду кидаем пластмассовый и из бумаги там то есть вы сравниваете как ведет себя пластмасса как ведет себя бумага в водной среде до воде расскажи пожалуйста мне также интересно у вас в школе все корейцы или есть еще кроме тебя другие иностранцы да вот когда я пошла в первый класс после месяца у нас появилась и на иностранка просто когда я пошла уже подходила классу ко мне привела учительница какую-то девочку вот она была из казахстана но то что она была русскоязычная узнала попозже потому что когда я уже переодевалась то она мне сказала привет видно она учительница ей сказала что я как бы по-русски разговариваю и после этого я засмеялась и мы стали с ними с ней подружками и дружим уже четыре года то есть вы так хорошо вместе познакомились подружились и теперь у вас вы прям не разлей вода подружки ну не совсем разлей вода но подружки хорошо а допустим ты общаешься больше с ней или все-таки со своими одноклассницами больше с ней потому что сейчас мне хочется больше русскоязычных больше на русском языке разговаривать да да ну вот когда я пошла в корейскую школу я поняла что мне нужно выучить корейский иначе я не смогу дальше учиться в корейской школе и в школе у нас появился корейский репетитор это было из узбекистана девушка которая нас учила корейскому языку но она больше не учила именно корейскому языку а именно пыталась сделать так чтобы нам было уже удобной в школе то есть она делала так чтобы нам было привычнее в школе корейской но это тебе чем-то помогло да помогло после этого я узнала что в корее корейской школе нужно есть палочками а вилок у них нет и то есть вот например я узнала тогда что вот еду там яблоко на палочку натыкнуть вот это уже будет не культурным а палочками я научилась есть только спустя три года потому что это было очень сложно и сначала мне мама купила палочки такие специальные для детей с насадками тренировочные до тренировочные я все время брала в столовую чтобы за место обычных палочек есть своими потому что я не умела а другую еду ложкой там не возьмешь рис например ты ходишь в школу а в и еще часто школьники занимаются дополнительно то есть у них есть основное образование школа а потом их родители или как-то эти учреждения развозят по курсам по каким-то кружкам где они еще занимаются спортом рисуют играют на фортепиано на других инструмент ты чем-то таким занимаешься ну да занималась но сейчас уже нет потому что коронавирус а вот раньше я например занималась рукоделием ангелем это дополнительно корейский язык и еще ходила на на танцы у нас в школе были на танцы я перестала ходить потому что там меня даже не учили я когда пришла первый раз на танцы я думала меня отдельно будет учитель учить пока другие девушки будут танцевать а нет оказалось что он просто там ставит музыку и просто в уголке стоит а девочки все танцуют и я должна попытаться уже запомнить повторять за девочками в первый раз я как-то там хоп-хоп хоп 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 и до свидания ребят всем пока да я понимаю в корее есть еще разные фестивали ты участвуешь не какие-то ярмарках может быть детским воспоминания интересные такие запоминающиеся да есть у нас есть самые разные фестивали у нас был у нас были концерты и спортивный фестиваль на концертах каждый класс должен был показать на что способен а можно было выступить и сольно и мы с мамой тоже выступали вместе мы пели национальных костюмах пели национальную русскую песню березу а на спортивных соревнованиях мы бегали кто быстрее там или тянули канат эстафету передавали а в конце нам в подарок выдавали туалетную бумагу у нас в нем них это у них это считалось нормально но мы с мамой посмеялись потому что это как бы ну ну в хозяйстве пригодится считают корейцы ты себя позиционируешь именно как русская корей да тебе это как-то мешает да нет даже не интересно меня там все уважают ну вот ни одно не нравится вот например нас когда в школу утром развозят на автобусах то там много людей которые записались ездить на автобусе и все время когда мы с моей русскоязычной подружкой ездим то именно вот на на вот именно на меня все смотрят там вот так вот даже поворачиваются там вот именно вот так вот глядываются в меня потому что я типа ей ну иностранная отличаешься потому что потому что на мою подругу не все смотрят потому что она как бы ну больше на корейцев похоже не очень разную азиатский тип внешности она как бы не привлекает такого внимания что не отличается так сильно внешне и да допустим да тебе нравится корейская культура я про допустим кей поп может тебе нравятся какие-то группа или исполнитель может какие-то сериалы это смотришь нет вот корейская культура мне не очень нравится вот потому что у них там будет нормально если они там будут по-турецки сидеть за столом это у них нормально там например разговаривать за едой это у них нормально а я считаю что это все-таки не нормально потому что но как бы когда ты разговариваешь за едой другому человеку может неприятно я вот хочу сказать что если кто-нибудь приедет сюда в корею то сначала нужно обязательно выучать корейский язык потому что без этого тут корейцы все почти что не знают английского те кто знают то плохо разговаривают на нем поэтому если вы попытаетесь с корейским человеком разговаривать на там на английском то он вас почти что может он вас поймет но вы его не может не сможете понять потому что у него акцент английский язык тоже очень полезен потому что моя мама работает профессором и она учит студентов на английском потому что корейского сама еще плохо знает некоторые студенты хорошо знают английский а некоторые не знают но у нее есть и иностранные тоже там разные студенты которые понимают хорошо из других стран да но те они тоже плохо корейский знают но вот мама мне говорила что у нее есть студент который отлично знает английский и поэтому всем студентам которые не знают английского переводит задание которое говорит моему ну да а языки обязательно нужно знать да спасибо тебе кристина что ты сегодня сам с нами поговорила очень много всего рассказала интересного да я надеюсь вам было тоже интересно послушать пишите может быть ваши истории как вы учились но обязательно в корее может другой стороне после переезда из россии из других стран и ставьте лайки подписывайтесь на наш канал мы будем рады видеть вас снова всем пока